И я вот всегда рассказываю то, что для меня рисование часто начинается с фотографии. Я рисую и с натуры, но те, кто пытался рисовать детей с натуры, знают, что ребенка усадить невозможно. По крайней мере, мою дочь усадить невозможно. И с натуры я делаю какие-то короткие зарисовки, а фотографии это все-таки инструмент важный. И я стараюсь фотографировать много. Вот здесь на примере, я думаю, видно на экране, это сессия, которая получилась спонтанно. Дочка что-то рассказывала, показывала, и мне очень понравилось освещение. В своих работах, в своем творчестве я часто обращаю внимание на свет. А дочка у меня блондинка, и эти золотые солнцем волосы, на них невозможно не брать внимание. Вот, и здесь в этот день был такой интересный контражерный свет. Вот она двигается, что-то показывает, рассказывает. И я фотографирую, а просматриваю только потом. Потому что иногда, ну вот нету у меня какой-то готовый день, чтобы посадить. Вот так вот села и давай я тебе буду рисовать. Фотографирую, смотрю, и вот такой вот сюжет меня зацепил. Дальше я думаю и работаю над рисунком. В последнее время вот я стала обращать внимание, что я долгое время, перед тем, как приступить к акварели, отдельно строила рисунок. То есть я не строю рисунок сразу на акварельной бумаге. Вот сейчас у меня в профиле выложено коротенькое видео в моем инстаграм, Анна Молча. Я потом вам скажу там коротенькое видео о том, как я вообще делаю рисунок. И линия у меня многонасштрихованная. И поэтому я вот узнала у Ани Чепурной, по-моему, в первую очередь, такой способ, как рисовать на отдельном листе. Я не стираю, я не боюсь, что я испорчу акварельную бумагу, потому что акварельная бумага должна быть такой нетронутой. Она должна сохранить свою поверхность, фактуру. На отдельном листике можно смело рисовать, чёркать, строить композицию. И вот получился такой рисунок. Но для того, чтобы перенести рисунок на акварельную бумагу, я это уже сделала, чтобы сэкономить время. Есть два способа. Первый способ – это взять обратную сторону черновика, заштриховать грифелем. И когда берём акварельную бумагу и кладём сверху черновик, можно вот как под копирку перевести эти линии. А второй способ – это просто отстеклить куда-то вот на просвет. Я так делаю чаще. Почему? Потому что рисунок часто бывает очень условный. И когда я на просветку перевожу, я ещё раз смотрю, я могу какую-то линию изменить и сделать её более живописной. Поэтому вот за черновик остался. Можно сделать несколько работ, можно показать ещё раз. Вот. Это у меня перенесённый уже рисунок. Если вы на экране не видите, я могу показать. Видите, да? Не видите. Не видите, да? Вот он такой. И эта бумага Стаундерс Маттефорд. Моя любимая акварельная бумага. Мой любимый выбор. Хотя можно, в принципе, взять любую бумагу. 300 грамм. Холодный пресс. Среднее зерно. Хотя вот в последнее время портрет я рисовала и на грубой фактуре. Это не так важно. Хотя мне когда-то казалось, что это так важно. В будущем Стаундерс прекрасная бумага. Хотя мне ещё нравится и Сезанна по немуле. Здесь вот я взяла, что продаются в склейках. Вот. И, кстати, мне понравился баахон. Я вот знаю, что это такая доступная бумага. Для того, чтобы начать рисовать, это мой стандартный приём. Я смачиваю бумагу с двух сторон. Переворачиваю на обратную сторону и вот заднюю поверхность смачиваю. Лучше стараюсь не делать. Вы знаете, для того, чтобы сэкономить время, я тоже хочу выложить видео про кисти и краски. Ладно, буду в процессе рассказывать, конечно. А вот у вас видео снимается. А потом это можно будет повторить? Можно. Среди за нашими соцсетями и ВС России. Мы сообщим, где и что можно будет. Куда пойти и посмотреть, что ты делаешь. Смачиваю бумагу я флейцем. Это флейц-херинг. Я знаю, что он тоже там на стенде есть. Вот это казано более мягкое. То есть, в принципе, флейцы, они часто используются в акварельных работах. Удобно смачивать риски, удобно пересывать большие в заливки или фон. Я тоже часто использую для больших форматов. Вот этот вот ребён такой более жёсткий. Как раз можно поболтать чуть-чуть, пускай немножко вода попитается с обратной стороны. Это, по-моему, фоне, наверное. В общем, удобно рисовать. Я знаю, что многие рисуют архитектуру. Можно прям так клеится, проводить хоп-хоп, стена и всякое такое. Так, я переворачиваю. У меня планшет. Это планшет. А, нет, это как-то красивый планшет. Но вообще основа, да. Основа это из строительного магазина, по-моему, какой-то вспенённый, там, не знаю. Полистирол. Он лёгонький такой. Да, он режется, он лёгонький. И у меня вот несколько таких планшетов. Да, а сзади это у меня на самом деле была выставка набросков. Потому что рисовать я начала вообще с набросков, которые я делала в кафе. Я сидела и рисовала посетителей, которые приходили просто карандашом. И старалась нарисовать, конечно, 50 набросков в день. У меня получилось 25. Знаете, это такая вот практика. Если кто-то вообще хочет попробовать рисовать портреты, я очень советую начинать, ну, конечно, держать в голове то, что вы вот хотите, вот тот образ, который вы хотите нарисовать. Потому что всегда должна быть мотивация. Я хочу нарисовать как Серов, я хочу нарисовать как Петров Водкин. И вот вы видите этот образец, и вы вот к этому стремитесь. Но для того, чтобы раскрепостить руку, вот здорово порисовать наброски. Я сейчас смачиваю планшет с лицевой части. Смотрю, чтобы не было краев. Вот краешек, он как-то не прилип. Мне надо, чтобы все края... Такое ощущение, как прилипли, это значит, что с обратной стороны было мало влаги. Я вот так вот отгибаю. И с края проведу. Поработала плетем, вот еще. А вот эта бумага, она блестит матовым. Потому что я поработала клейцем хорошенечко. И вот таких уже луж прям нету. Вот она приклеилась, видите. Это важно для того, чтобы работать с моей техникой. А вообще моя техника, по-моему, с легкой руки моей подруги, была мазана рисованием в парильном взвесе. Потому что это рисование именно в воде. Когда краска выложится статистическим образом. Дальше, для того, чтобы вступить в работе, работаю я вместе в парильном взвесе. Я вливательно смотрю на линии. Видите, что здесь вообще можно прилипнуть почву. И это не понимает, что вот влачайство. Это посмотрите, где улучши должны остаться. А карида бумага, она вообще светится за счет того, что не карида бумага. За счет этого белого и непробного листа. То, что вы видите вокруг, вот это сияние, это именно сияние бумаги. Поэтому вот в своей линии я сразу решаю, что должно остаться белым. Понятно, что фотография, она вот чуть-чуть условная. Камера сделала белым волосы, а на лице мы белого цвета не видим. Потому что вот часто, когда новичок рисует портрет, есть такая проблема в том, как выбрать тон кожи. И тут вот важно осознать то, что на лице белого цвета нет. Он есть в волосах. Поэтому, что я делаю? Я беру салфетку и вот ту часть волос, которая должна остаться белой, я просушиваю. Вот смотрю немножко со стороны. Там видно, какие области остались сухими, какие не остались сухими. Так, чтобы еще тут просушить. Ну вот я смотрю на ритринс. Ну вот, ну здесь вряд ли должно так много белого остаться, но немножечко. Так, потом вот она пока на тайне. Как раз возьму свою любимую кисть, которой я обычно работаю. Это каллиграфическая кисть. Это каллиграфическая кисть с длинным ворсом. Часто называется «Красный волк», но это все-таки колонок, насколько я понимаю. И их много-много разных. Ну то есть, конкретно эта кисть, она приехала из Китая. В оригинале. Смотрите, с чем они отличаются. Нужен ворс, допустим, для моей техники длинный. Ну вообще для работы с каллиграфическими кистями надо брать внимание. А дальше у них есть капсула. Потому что на самом деле в этой капсуле там тоже находится много ворса. И я этой кистью в основном и работаю. Если вообще не очень часто спрашивают, какой можно еще взять. Вот тоже я попросила у девочек на маркете. Это тоже каллиграфическая кисть. Здесь тоже длинный, в принципе, ворс. Вот она выглядит в таком виде остренькая. Она на самом деле формируется остренькой. Но если вы обратили внимание, она у меня уже сформировалась как плоская. Потому что на самом деле кисти, они формируются под руку мастера. Это правда. Или мастер привыкает к кистью. Можно сюда поближе показывать? Не видно, да? Нет. Ну да, в камеру не попадает. А где камера? Прямо здесь, хорошо. Ты просто показывала, иди по времени сюда, чтобы это было. Хорошо. Так. Что еще? Я тогда мои кисти пока уберу в сторону. Начнем. Я смотрю на референс и делаю первую заливку. То есть мы проговорили о том, что надо отделить тень от света. И я еще смотрю здесь на тепло-холодность. То есть вот здесь я вижу такой холодный желтоватый свет. Я для этого взяла пигмент такой, как нитрититан-желтый. Он, это не лимонный, но он такой прохладный. Я сейчас посмотрела. Я его могу выкрасить, как он выглядит, если вам интересно. Делать это? Да, старайтесь. Он в густом нанесении. Не знаю, он не лимонный, но и не ярко-желтый. Вот если сравнить с желтым, который я называю теплым, то вот я думаю, что вы видите. Да? Поднять, показать. Ухо и часть волос, они более теплые. И для этого я беру такой цвет, как Aureolin, или он называется Green Gold. Вот мне здесь нужен яркий цвет, но он, конечно, не лимонный, а он желтый. Он с розовинкой. Как ни странно, для розовинки я добавляю красно-оранжевый. Это такой вот интересный пигмент от Midgel. Он есть и у других производителей. Здесь здорово смотреть на состав. По-моему, PR-150. И чем он интересен? Тем, что вот он выглядит очень-очень таким густым, оранжевым густом нанесении. Я сейчас покажу на камеру и наверх. И разводится до такого нежного-нежного-нежного, холодного, розового. Я знаю, что у Невской палитры есть гераниевая. Ой, она у меня есть, наверное. Я сейчас покажу в сравнении. Можно использовать, да? Ну, она еще чуть-чуть более холодная. Вот если вы... Да, вот я красивую. Ой, отлично. Я сейчас ее возьму. Я ее возьму куда? Там пускай стоит. Смотрите. Вот эта часть, она залита теплым светом, да? А вот эта вот часть лица, она отвернута от солнца, и поэтому она более прохладная. То есть розовый цвет, он более прохладный, чем желтый. И поэтому я вот так вот закрываю целиком. На самом деле это первый слой, и он совершенно впитается. Мне важно вот не дать бумаге высохнуть и пока брать белым. Вот. А этот розовый, он даст вот такое необходимое свечение. Смотрите, закрываясь белками, потому что на самом деле белки глаз, это у нас в голове есть такое вот предубеждение, что белки глаз должны быть белыми. Если внимательно посмотрите на всех нас, то белки глаз не белые. Там есть белый яркий блик, но конкретно здесь его нету. Так, теперь смотрите. Здесь есть рефлекс, то есть отражение неба. Вот если пересмотреться, я знаю, что вообще вот в портретах, в жилах, если очень здорово научиться эти цвета, ну вот видеть, не знаю, придумывать. Посмотреть и решить, какой бы цвет здесь видеть. Я вот здесь вот вижу голубой, но я вот решу. Он на лбу, на носу, на щеке. И вот видно, идет таким вот полукругом. Итак, хорошенечко кисть. Для голубого я взяла кобальт. Сейчас покажу. Кобальт, он такой не теплый, не холодный, но скорее чуть-чуть тепловатый голубой, но все-таки сам по себе он, конечно же, холодный. И вот я смотрю, что он есть на волосах. Он есть вот здесь вот. Сейчас в глаза добавлю, что все-таки глаза красные не были. Здесь на щеке. Вот здесь вот будет блик. А здесь вот на подворотке, на верхней губе. Вот я пока добавила такого оттенка. Это только первый слой. Это подложка. Теперь я смотрю, я решила взять охру, потому что я смотрю, что снизу идет такой теплый рефлекс на все части лица. Надо представлять, из чего состоит лицо. Поэтому вот обращаю внимание, переносица, она повернута к земле, а от земли идет такой теплый рефлекс. Поэтому вот прямо целиком сейчас на переносицу дам теплого света. Теплый свет. Ну, я пока не обращаю внимание на крупные формы. То есть я не вырисовываю детали, поэтому вот так вот все выглядит и интересно, но все идет. Вот эта охра, это как теплый погашенный желтый. Погашенный, это значит, что это не чисто желтый, а как желтый, в который добавили немножко розовинки и немножко синего. И вот здесь вот я вижу тоже такой вот охристый оттенок. Пока поверхность у меня влажная, я могу добавлять все новых и новых оттенков. В общем-то, на самом деле, можно было даже остановиться, если вы не чувствуете себя уверенно, остановиться уже на этом. Просто вот закныли лицо. Так, вот этот рефлекс, он мне кажется, что здесь возможно, вот здесь вот он рефлекс мягкий, синеватый, но он должен быть более следовательный. Может быть и нет, может быть, с ней сейчас кажется, но я беру отжатой кистью и чуть-чуть набираю. Так, теперь у меня вот этот вот желтый, видите, он идет на фотографии прямо насквозь за лицом дочери. Это у меня был желтый-зеленый, green, gold или aureolin. Вот он где-то холодноватый. Видно, что волосы прямо вот проходят сквозь такие золотистые волосы, поэтому я наношу такой цвет, потом беру герани, будет прохладно, потому что здесь на самом деле много и холодных оттенков, самая яркая, самая желтая часть находится слева от меня. Так, опять же, задача убрать белый. Белого тут нету. Хорошо. Я вижу, что здесь чуть-чуть еще влажная поверхность, она блестит. Что это значит для алкорреля? Это значит то, что мы можем добавлять какие-то новые оттенки. и вот добавила такую теплую основу в скулы. Скулы идут от виска, да, я уже заговорилась, от виска к носу, и поэтому можно следовать анатомической форме. Спасибо, вы все знаете. И вот здесь вот поверхность щеки, она тоже в людей, честно, наполненная, поэтому я уже делаю такими движениями близкими, подчеркивающими поверхность, позволяет пока бумага, поэтому продолжаю носить. А здесь холодный оттенок, вот сейчас возьму еще немножко ковальку, проложу такую основу, он где-то там смешивается с желтым, чтобы у меня на палитре осталось. Видите, палитра удобная для того, чтобы создавать какие-то все новые и новые лужи. Пока не высохла еще поверхность, вот выберу глик на носу. Сухой кистью вытираю, но на самом деле вот такая бисточка. На самом деле вытираю не до белой бумаги, потому что бумага, на которой хоть раз побывал пигмент, она уже не будет такой белой, как там, где пигмента не было. Вот опять же вижу, что в шею еще можно добавить оттенка, добавила оттенка, а сюда мне хотелось бы, ну, тут как-то все затекло. Здесь вот очень здорово подчеркивают форму. Слез свет, который стальзит по подбородку, поэтому я вот отжатой кистью убрала. Мага ссорнет, поэтому немножечко потороплюсь. Каллиграфической кистой можно работать по-разному. Можно работать как плоская, а можно вот так вот распушить, и тогда она помогает создавать пряди. Вот здесь так как я уже захожу на область сухую, на область, которая была просушена салфеткой, то я могу вот так вот воссоздавать пряди. Так, у нас еще есть майка, но так как время на демо ограничено, я вот возьму среть и тоже закрою. Так, закрою. таким вот холодным голубым цветом. Это рефлекс от неба. Вот, и, кстати, я вижу, что этот рефлекс, он, рефлекс уже от майки, то есть майка отражает небо, а рефлекс от майки появился на подбородке. Сейчас я закрою майку, она более теплая. Не такая теплая, но, с этой стороны, со стороны волос. И пока вот здесь влажное, посматриваю на состояние бумаги, я еще могу туда добавить вот этот вот холодный оттенок, дать холодный рефлекс. И вот здесь вот такой красивый момент со складками, вот здесь идет такое вот золотое подчеркивание отбородка и вот рифмой идет складка от майки. То есть если бы я рисовала в более спокойной обстановке, я бы еще обращала внимание на пластику линии, чтобы они красиво сочлись. Сейчас здесь добавлю немножечко рефлекса от самой майки. вот а снизу на самом деле идут теплые уже оттенки. Вот я фотографию увеличу. Они же появляются и на лбу, и на носу. И вот здесь по краю не хочется где-то оставить. оставить чуть-чуть. Надо было розовым взять. Белого. Здесь уже идет рефлекс от волос и вот книзу более розовым. бумага подсохла, возьму среди. Для того, чтобы разогнать, это только первый слой, он нам нужен еще раз для того, чтобы отделить белое от небелого. Сейчас уйдет и все это будет выглядеть немножечко по-другому. Я часто использую кобальт в своих работах. Не только обычный кобальт, но и кобальт бирюзовый. Давайте теперь фон, для того, чтобы действительно мой айфон был не белым, так уже формально подойдем к вопросу. Я беру вот этот нейтральный никель-титан, заодно это поможет немножко смочить лист, потому что стали края подниматься, это значит, что лист сохнет. На самом деле при рисовании форели здорово обращать внимание на влажность бумаги, следить, чтобы края не приподнимались, но в данном случае можем вопрос решить так быстро, это прокрыть легким тоном, все уже, здесь бумага будет не белая, здесь уже не будут мягкать какие-то, разбивать работу белые пятна, есть какой-то оттенок. Так, с этой стороны тоже. Я пока не стараюсь сформировать волосы, это интересно, потому что это уже будет задача второго этапа. Сейчас, и вот здесь можно оставить тоже такой вот как блик на майке. На самом деле, когда я работаю над своими работами, я гораздо больше думаю, я иногда отхожу, посмотрю, приду, просто уже знаю состояние бумаги и принимаю какие-то решения, где где что оставить, где что убрать, где еще подчеркнуть. Так, вот теперь это должно немножко просохнуть. для того, чтобы было чем заняться, я не буду сразу с шестьфеном просто немножко прижить. Я вам покажу то, что на самом деле можно начинать рисовать, например, первого этапа. Я просто думала, если не буду успевать, то должен быть где-то до такого состояния. в последнее время я рисую без рисунка, я рисую сразу от пятна и вот надеюсь, что в ближайшем будущем сделаю еще какой-нибудь такой вот урок, вот именно чтобы порисовать в мокром пятне, потому что на самом деле у меня иногда возникает ощущение, что рисунок он немножко ну, меня лично он как вспомнит, да, потому что вот я лизу эти формы, я не рисую вот наша прекрасная Аня, она как-то литой, берет один фрагмент и от него идет-идет, а получается я немножко по-другому действую, я вот этими формами большими леплю и меня рисунок стопает, потому что окажется, что глаза хочется немножко ниже, выше, ошибаюсь где-то. Вот это примеры, это вот примеры первого этапа, это незаконченная работа, я здесь рисовала без карандаша, то есть вот просто смачиваю и пока лист мокрый, краска же подвижна, ее можно выбрать, ее можно добавить, можно где-то высушить и вот так вот последнее время у меня получается, мне это нравится, мне это интересно, буду думать, буду пробовать, потому что акварель позволяет на самом деле ее, ну не знаю, вытирать в некотором смысле. Вот, это тоже мне окончена еще работа, я закончу, надеюсь, сейчас посмотрим, что с нашей работой. Можно спросить? Sounders Waterford Sounders Waterford Note 300 грамм, она такая желтенькая, ну, мне она прям нравится, да, хотя вот она есть еще в варианте 425 грамм, супер-вайт, хай-вайт, вот она вообще прекрасная, она почему-то такое, такое, какое-то вот бахарное состояние дает возможность набрать красиво тон. Окраски, да, кстати, краски, краски мне вообще все нравятся, все, я так, ну, вот, смотрите, мне нравится Меджелла, да, вот я как-то начала с Меджелла, я Меджелла рисовала, конечно же, мне нравится Дэниел Смит, вот кобальт здесь от Дэниел Смита, у меня был еще очень прекрасный кобальт от Меджелла, но кобальт номер два, вот эти два кобальта оттуда, допустим, есть кобальт бирюзовый, это уже Невская палитра, вот у меня здесь он есть и он, классный, они сочетаются хорошо, да, прекрасно, вот, мне Невская нравится в последнее время, ну, вот, по крайней мере, те пигменты, которые, вот, я люблю, пробую, у меня был бирюзовый от Меджелла, я считала, что он такой классный, вообще запомнился, не знала, где взять, посмотрела, Невская вообще аналогичная, вот полностью, а там ничего есть ли, что-то, ну, в общем, я говорила о том, что вот есть такой кобальт-бирюзовый, мне очень нравился вот последней работы, вот там вот маленькая же клей, которая вообще основана на бирюзовом и на красно-оранжевом, это такое сочетание классическое, оно очень красивое, само по себе, где-то там листик, я могу показать, пока сохнет, она должна еще чуть-чуть подсохнуть, к сожалению, а вот там где-то было листик, на котором я рисовала, я тогда вам про сочетание просто расскажу, пока, сейчас, где-то там четко, а вот. Сверху, я понимаю, на поле, она как крафт, как поглощается, потому что она практически не является разными, как, вот это, если у нас маска, ну, как-то поглощается, да, 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 такое ощущение, что там поверхность чуть-чуть другая, она такая, как, как... наирная, как проклеена по-разному. Мы передали, что разные. Разные-разные, да. Вот, допустим, в последнее время мне нравится сочетание вот красно-оранжевого, это от Миржела, ну, вот мне все советовали попробовать гираневую, гираневую, ну, чуть-чуть отличаются. Ну, допустим, такое классное сочетание с бирюзовым хобальтом, он дает, он дает серый, да, но, если вы посмотрите вообще на кожу, ну, она часто серая, не знаю, мне просто очень нравится это сочетание. Понятно, что здесь не хватает желтого, красиво, но для желтого я часто использую окру. Охра у Невской хорошая, новая, но я ее не попробовала. Охра у меня вообще от Миржела, Охра номер два, а у Невской какая-то новая. Светлая? Светлая? Да. Вот, скорее всего, она хорошо. Подходить. Ну, вот это мой выбор для кожи. Допустим, почему бы нет, а я еще знаю, что можно, допустим, прекрасно рисовать кожу через зеленый с розовым. Вот, попробуйте, как-нибудь, вообще здорово. Берем какой-нибудь зеленый, вот, у меня один, это на самом деле такой зеленый интересный. Это ауреолин смешанный с зеленкой, то есть там два пигмента. Сейчас, и надо какой-нибудь розовый, типа хинокридона взять. Вот, смотрите, какой класс. Такие щечки получаются. Вот, и вот так вот по-разному можно пробовать. Сейчас посмотрю, что там высохло, не высохло. Так, ну так как, в общем, я на самом деле хочу рисовать вот вторым слоем, уже сделать плотный объем на лице, но так как я не понимаю, он высох или не высох, давайте сделаю фон. Как раз фон будет служить камертоном, чтобы вот понять, насколько плотное надо сделать, а потом подсушим, да, точно. Можно же по-разному действовать, правда? Правда, потом подним и смешку. Я тогда другую кисть возьму, а то это уже будет грязно. Так, как же я делаю фон? Вот тут уже надо поработать с кистью не как плоской кистью, а как именно карьографической. Вот интересно, я сейчас поработаю с волосами. Я сейчас сушила, а сейчас буду опять смачивать. Смачиваю чуть-чуть, не доходя до волос, это особенно здорово работать в больших форматах, когда надо закрыть большую поверхность для того, чтобы фон смотрелся однородным. Ну, вот так, не доходя до волос, просто чтобы было немножко влаги в листе. Так, теперь вот видите, волосы так красиво слезятся по краю. беру этот ауреолин, это на самом деле такой желто-селеный пигмент, по-моему, до 150. Я взяла похожую кисть, но большую, и вот сделала из нее такого вот ежика. У края волос начинаю создавать вот этот вот пушок, подходя к волосам. волосы пушатся на солнце, сияют. А сейчас надо пока вот эта поверхность еще такая вот влажная создать какой-нибудь красивый цвет плотненький. Сейчас подумаю еще чего его сделать. Мне тут какие-то интересные пигменты есть, вот, может, попробую. Это что вообще такое интересное? Не знаю, смотри, какая-то вещь. Сейчас пролету эксперимент. Нашла какой-то пигмент интересный, ну, это синтетически, он называется так забавно, как Мортон, по-моему. Знаешь, это он, да. Мне интересно что попробовать. Смотрите, со стороны солнца, со стороны солнца, вот эта вот часть, она как засвечена чуть-чуть, да, вот, красиво распадается. Хочется, чтобы было не прямо из черного, а такой вот как свет получился. Ну, красивый цвет. Я даже думала внутри, розовый он добавил. Да, он с розовинкой, потому что хотелось чуть-чуть в какой-то вот розовинке подойти к волосам. но на самом деле можно взять допустим этот же кобальт, добавить какой-нибудь хинокридон, с другой стороны я какие-нибудь такие менее вычурные возьму. Можно вот как я рисовала сначала светлым подходила, потом в более темном перешла. А это вот ультрамарин фиолетовый от кого-то. На самом деле производители не так и важны. Я почему-то сначала заморачивалась, а в последнее время стала пробовать разные. Конечно, бывают у кого-то неудачи у какого-то производителя красиво так. Смотрите, я пока работаю с этой частью, но для того, чтобы нам красиво перейти к части, которая расположена с этой стороны, я вот флисом чуть-чуть смачиваю область уже. На автомате идет часто. С этим тоже можно позаморачиваться, чтобы красиво как-то там шли волосы, там еще розовинка есть. фотография дала, но здесь можно чуть-чуть смачивать флисом рядом, чтобы не была такая жесткая линия. Так, а с этой стороны наверное более плотно сделать. Сейчас посмотрим. я смотрю здесь волосы такого цвета, холодноватого оттенка, не очень выраженного, поэтому взяла никель титан, желтый, никель титан, это что-то такое, но это однопигментная краска, то есть не белильная, но так как беливая цитановая, наверное, что-то близкое. Так, и сейчас немножко чувствую слюка, да? Ну давайте, я вам показывала пример, возьму гераниную, возьму такой вот цвет, он получился как бы близкий к этой части, но замешан из бирюзовой и из геранины. Красивый. Ну это же как... ну... У нас такая есть прекрасная Аня Чепрунуая, мне только у нее понравилась идея, что можно брать похожие по смыслу цвета. Мы выбрали цветовую гамму определенную, но пигменты взять потом разные и смешать тот же самый, казалось бы, серый цвет, но из немножко разных пигментов, тогда все приобретает какую-то дополнительную. Здесь надо похолоднее. Да, здесь волосы холодные, сейчас я подумаю. То есть, если бы у меня эксперты делала дома, я бы походила по-моему. Да, потом я чай попить. Нет, там уже надо чуть-чуть раньше такой легкий играть. Ну ладно, вы меня простите, если бы что-то не сделала. Так, вы красивые. Как видно. Ты знаешь, мне нравится, я цветов таких раньше не помнила смешивать, как интересно. Да. Да. Возможно, что-то рисовать. Да. Да. Ну, волосы, на самом деле, сейчас пройдемся вторым слоем. Это просто вот... Нет, тут надо... Ну ладно. Все. Давайте вот так вот сделали фон. Теперь возвращаемся к лицу, потому что впереди еще самое интересное. Сейчас посмотрим. Ну, я быстро. 16-16. Ой, нормально. Правильно. Как раз сейчас осталось. Да. Вот. Чистая вода. Да. Возьму чистый клеец. И сделаю вот что. Видите, так как я рисовала фон, есть и сам запекление. Ну, если бы это действовало как-то по-другому, возможно, уже края бы отогнулись, их надо было бы подворачивать, смачивать. А так не надо. Работаем сейчас над областью лица еще раз. Потому что тон там был только первый, такая подложечка. Поэтому беру флиц. Сейчас и начинаем смачивать. Все высохло прекрасно. Это бумага клопок, поэтому свои держат. Здесь не очень прекрасно высохло, но это не важно. Захожу. Я вот даже сейчас попробую махнуться на волосы, если что, потом уберу. Потому что этот край, он не должен быть слишком четким. Должна быть какая-то вот такая вот идея, чтобы этот край зажегся, а этот уходил потихонечку. Ну вот, красиво. Затюк розовый. Пускай течет. Почему? Вообще здесь надо убрать вот эту точность. Пускай остается только на колечках, на прядях. Вот. Если бы, допустим, я не рисовала фон, у меня было бы много времени. Я бы могла, допустим, первый этап, который только что, ну, перед этим делала, я бы могла оставить в таком виде и потом вот заново смачить обратную сторону, лицевую сторону и срывать еще раз. Это не очень красиво. Но это не важно. Поднялась, это красиво. Так. Спасибо. 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 Так, все, беру. Прицеливаюсь. А что сейчас делаю? Я выберу спинку носа, здесь есть блик. Там уже не белая бумага. И я немножко подсушу, потому что сейчас стекать будет сильно, для того, чтобы все-таки он остался, ну, допустим, здесь выберу, но я перекрывать сейчас буду все, но пускай остается. Еще раз смотрю и выбираю блики, вот классный вид на глазах, на веках, ну и на глазах. Так, а теперь действуем, в принципе, по той же схеме. У меня есть триада цветов, у меня есть охрана, у меня есть розовая какая-то, у меня есть голубой, кстати, красивый цвет. Делаем какой-то такой вот цвет. Я замешиваю в палитре, я смотрю, чтобы он подходил под тот оттенок вот на лбу, который мне нужен. Здесь воды много, да, и она сейчас начнет какое-то превращение интересное. Я смотрю по форме, то есть лоб у нас круглый, вот он заворачивается, какой-то такой очень коричневый цвет получился. Я сейчас что-нибудь другое сюда внесу, ну, допустим, сверху он более синий. Ну, какая зеленая будет немножко, я там зеленый вижу. Так, немножко разойдем я. Сейчас разойдусь, он уже будет получше. О, щеки пошли, да. Поверхность кулы, одна, вторая, конечно, здорово. Даже вот здесь, даже в аквариле, не просто раскрашивать, ну, по крайней мере, я стараюсь, у меня как получится. А именно, ну, думать, опять же, о этих больших формах. Вот переносица, переносица. Она такая тепленькая. Сейчас варьирую все. По идее, если я уловила влажность, сейчас можно работать долго в таком состоянии. Постоянно домешивать тот состав, который есть, с новые и новые пигменты. Чтобы правильно все обходить. Здесь у нас контражур тоже. Поэтому она смотрится такой, вроде бы, ну, яркой, серой. Сейчас я ее беру. Еще один. Подбородочек. Ну, вот тоже здорово бы. Убрать немножко воду для того, чтобы не затекала на подбородок. Потому что хочется сохранить вот эту вот. Отчеркиваю. Красиво. Так. У меня все-таки не затекла на носу. Сейчас чуть-чуть выберу. А глаз вот здесь я, ну, закрасила с глазом, ничего страшного. Опять же, надо смотреть, чтобы подглазье вот как-то, сыриком закрыть. Вот здесь тоже. Надо чуть-чуть более синим сделать. Уже такая работа может уже все долго. Можно не спешить. Ладно, смотрите. Хочу глаза закрыть, чтобы они не мешали. Коричневую гиду, конечно, совсем. Сейчас надо ее снизить. Теографические кисти, они вбирают в себя много пигментов. Конечно, когда художник сосредоточен и вот ведет работу, то ее даже не надо смывать очень уж усердно. Потому что мы идем от светлого к темному, поэтому все пигменты нужны, все пигменты пригодятся. А у вас есть какой-то критерий слоев? Сколько максимум слоев должно быть на одном месте на щеке? Ну, как выполнена задача и как позволить бумага. То есть все от бумаги, да? Да. Некоторых бумагов я позволяю наносить много слоев. Они красиво кладутся друг на друга и получается не грязно, получается живописно. И вот, пока вам нужно, потому что понятно, что нужно не успеть за один раз. Может быть, и я здесь за один раз не успею. Но я сейчас постараюсь. Я знаю, что на Сандерсе можно смело положить, ну не знаю, сколько там можно слоев положить. Слоев пять можно положить пока. Я не знаю, что ты хочешь сменить. Смываете? Нет. Я даже... Смываете? Это воплевает бумага, если я хочу, чтобы смывать, бумага попадает. Слезующая половина, и она вам где-то выдается. Смываете? Смываете? Я почему-то как-то так привыкла, что смывать как бы нет нужды, потому что есть вот план. Если вот это вот... Я уже определила, где. Ну, можно, конечно. Можно, если вы. Можно. Вот если сейчас что-то не понравилось, можно пойти прямо в трое воды, и хоп, она уйдет. А влажная, потому что еще не сделала. Я тут на щеке увидела глуповатый рефлекс. Честно, я смотрю, думаю, как-то туда еще ссунуться. А как влажная масса поцелита? Ну, не совсем, нет. Нет, она не протерется до лилой бумаги, но это может оказаться достаточно. То есть, нет, не обязательно до влажной бумаги. Ну, то есть я, когда это делала, чуть-чуть еще с фоном. Ну, с фоном тоже забывала. Какая-то неудача. Ну, что делать? Можно еще раз попробовать кликнуть. Но понятно, что уже, если... Почему вот здорово сразу решить, где должен быть белый цвет, потому что вернуть березу прямо из жирного дома не удастся. Удастся там вот... Идеть исправить, вот это вот мыть. Ну, и... Что-то еще не так. Да, они... Они все... Они все не так... Они все уселы. Ушло. Может, еще освещение. Никит на чего. Оно уходит и уходит, по самому не знаю. Ну, стараюсь, да. Хотя у меня есть такая вот удачная лампка. Уже точно. Я вот здесь вот вижу, ну, обычно над... Надбродными дугами там будет дуг. Ну, красиво уже что-то происходит с кожей, но я не уверена, что удастся за один раз делать все, что я хотела с тоном. Типа, ну, ладно. Пробуем. Задуваемся. Так. И вот уже появляются такие радужные лужи на палитре. Радужные лужи на коже. Здесь хочется блик красивый оставить все-таки, чтобы глаз закрутился. Вот. Не точно сделано. Задуваться. 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 Да, у меня есть две ледки. И все. Ты в топору. Вот она уходит и уходит, потому что, ну, поверхность очень с двух сторон. Она постоянно уходит. Надо... На переломе формы след меняется. Вот он должен быть более плотным, потому что здесь подсвечено. Сейчас попробую. Для гранции. Вот, 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 вот. И вот я делаю такими причёсывающими движениями, как вот расчёсываю. Там вот этой лужице он аккуратненько плывёт. И причёсывается красиво. Уже красота. У меня сколько она... У меня сколько она... У днё, у днё, у днё. Опа. Откуда она уже? От лицо уже. Кажется, если один из таких лужей и пятра, вот уже красота. Ну, спасибо тебе. Спасибо, да. Я так как переживаю, когда обычно не писала червоза, честно, не знаю. Ой, не светло стало? Как-то по-другому. Здрасте. Да ладно, продолжим тогда. Ну, это надо пробовать на самом деле, да, свет права. Тут кроме практики никак по-другому не сделать. Не попробовать, не узнаешь. Он был блик, я сейчас его проверю. Вот щечная поверхность, она здесь темная. Она там прям с таким сильным, креплением. Вот она, одна щечка, вторая щечка такая наполненная. Так, и опять что-то не хватает, что она, ну, не знаю, вот здесь, допустим, проваливается. Видите? Ну, это правильно, он так и должен спривести. Единственное, что когда более смело накладывать, он, конечно, так проваливаться не будет сильно. Зато уже такая красивая радужная стала появляться. Ну, мне, по крайней мере, так. Какой-то красоты она почему-то ушла и не осталась. Подбородочек. Видите, работаю, работаю. Можно долго, спокойно. Можно даже отойти. Не переживай. Почему? Не занимаюсь. Надо подумать. А, да. Ну, то есть, как капнули, то всё. Да. К сожалению, придётся. Тогда сначала. Это, на самом деле, надо пробовать. Интересно. Кто будет пробовать? Так, здесь чуть-чуть более синий. А, слушай, я, да. Я раньше писала с утра, а сейчас как раз на разуме. А мне такая классная украина. То, что, ну, в принципе, надо. Вот сейчас это действительно немножко этот брик постоянно затекает. А утру именно из-за того, что она не стоит, это из-за этого поеда? А, а ста поеда? Да. Не знаю. Мне бы так красно-оранжевое понравилось. Я пьямую в лакторге. Интересно. Упру можно использовать. Почему нет? Упру можно использовать. Упру можно использовать. Почему нет? Ну, в разных местах по-разному называется. У этого... У Даниилса это, по-моему, красный пирол, в общем, называется. Хотя, допустим, у... У Рембрандта это красный пирол. Это вообще другое. Вообще подругое. Ну, чё-то вот начинают динков. Вот, понял. Вон Кирилово, Сатуроново. Ну... К같ри. 81. Я лаю. Хая-хая-хая-хая-хая-хая-хая А, хорошо. Я.. Я просто уже немножко така... Ошалевшая тут? Нет. В татаинге классная, растhovная. Слушай, вот это, кстати, прям к рубичу появилось. Бирюзовым вообще красится синего, правда? Смотрите. Бирюзовым совсем для бирюзовым, потому что... Невская палитра, шикарно. Расскажи нам. Что? Кто? Я пока помолчу тебе расскажу. Что бирюзовым? Да, бирюзовым очень красивый смесик получается. И вот, чтобы не смешал, получаются такие ореолы, вот как в правой части иконы. Потому что разная скорость впитывания в углу, они по-разному движутся. Один более тяжелый, краска другая легче. И вот на это можно играть, создавать вот такое свечение. Вроде бы просто не мешал два цвета. Вот бирюзовый, с какой-то еще, может, с Марсом, или с чем-то тоже не мешало. И прям такой раз, например, свет, да? Вот на дальнем плане холодные деревья. Вот какой-то свеченький. Ну, этим можно пользоваться бирюзовым. Ой, я просто спросила. Что-то мне не объяснится. Что это бывает. Что это бывает. Понравится, да? Да, он как раз наградит компетенты. Ну, почти. Смотрите, какой бюджетный вариант в шедо-плошеке нашли. Можно разные-разные. Вот, как я же говорю, и с каким-то Марсом, по-моему, еще удачным вариантом на работе. Вот, значит, Настя с гиральными красными, вот как красиво получилось. И он всегда вот дает при расходе. Да. Знаете, друзья, вот не буду туда уже лезть на море. Правильно сказала Света, что главное воды не бухнуть. И переходим к шее. Ее надо тоже успеть закрыть. Вот она пока блестит. И я так все смотрю, чтобы блестело и не усол этот плеск. Ой, что я уже делаю. Охра. Вот это красиво гираневое. Да, и что сюда. Ну, просто перезок в комнате. Сейчас она затечет. Сейчас она милочка. Так, чтобы подбородочкой поставить. Ну, красота. Надо шею. Надо шею. Так, шея из этих же оттенков создается. Сейчас закрою целиком и буду колдовать сейчас. Еще одну. 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 Шея, на самом деле, не просто труба. Там есть трахея. Да. Ну, я пока просто беру тон. Сейчас еще внутри там что-нибудь сделаю. Не вижу. Не вижу. Мне кажется, что-то не понравится. Нормально. Видите, она продолжает вот как рассыпаться. Кожа, она же пористая. И когда работаешь с большим количеством воды, получается. Вот классный этот эффект, приятный. Особенно, если не спешить. Смотреть, что получается. Можно еще один слой сделать, кстати, по такому же принципу. И еще раз смочить. Сандрес это позволяет. Но не все бумаги. В каких-то могут потеряться все, что непосильными трудностями сделали. Так. Я смотрю, что здесь вот. Так. Я смотрю, что здесь вот. Шея, шея. Кисти стараюсь лишний раз не почистить. Потому что стоит немножко больше добавить воды. Но все расползется. Красоты не может. Вот. На самом деле, у нас уже не ползок, а остался такой вернечочек. Просто у него чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Все. Я уже стала говорить. Чик-чик. Хлоп-хлоп. Я жаху, что дырка, ты будешь моим голосом. Обычная я объясняю, как управлять их варить? Супа нужно заянить еще. Делаем супа. Делаем супа, правильно. Я все колдую, смотрю, чтобы сделать какой-то красивый поворотик шеи. Опять же, пока бумага позволяет, я ее чувствую и она блестит еще. Можно еще что-нибудь уступить. Мышцы еще как-то подчеркнулись. Надо волосы сделать, когда цвет нужный. Видите, вот тут прямо такой же тон и такой же цвет, как вот от шеи. А у нас здесь блестит. Блестит, поэтому получится такой мягенький. Здесь и не надо очень жестких этих волос. Здесь остались жесткие, ну и хорошо. Я вообще, когда рисую, я слушаю музыку. Открываюсь, но значительно стойно. Да? Я поэтому, да, когда вхожу в состояние, мама же так само собой сказали. Самое приятное собеседие. Да. Ну вот, если я говорила, что мы отвлекаться, мне уже меньше нравится. Я надеюсь, что вы понимаете вообще, что что-то происходит. с хрями, с волосами тоже стоит подумать. Не спешить, это красиво. Нанести какой-то штрих, чтобы они там где-то запусились. Какие однообразные цветы. Ну вот, я что-то перешла на этот кобальт бирюзовый, вместо обычного кобальта. И вот, если у меня какой-то потребность постоянно... У меня краска? Да, несколько литров вообще прекрасно. Ну вот, еле-еле уже тут вот можно приглаживать. Ну, красиво оно прям, видите, с этим вот прям получилось. Сейчас сделаю упорчик, хочу здесь подчеркнуться немножко, как оно вот, ну, в референс идет удачно, подчеркивает край. И хорошо. Сделаем так же. Затекло вообще все розовым. Должно было быть голубым. Ну ладно, получилось. Получилось розовым. Да, ты права, вот розовый прям очень сильно затек, голубой остался. Ну вот здесь зато красиво так вышло. Ухо надо ярче. Чтобы вот эта вот часть, боковая часть лица, она вот так высветилась. Ой, ну не таким ярким. Сейчас что-нибудь. Опять же, видите, если бы поначалу намешивала краски с большим количеством воды, то сейчас вот уже не замечаю, я уже воды побаиваюсь. Нельзя ее бухнуть, чтобы все не утекло. А ты знаешь, да. Потому что она впитывает. Там еще с этих антенков, ну, миллионы получается, что, в принципе, ну не знаю, была эта присказка, больше грязи, больше связи, а тут, ну вот, по-другому это не грязь, не знаю, радость какая-то. Так, хочу взять такой более оранжевый. И здесь еще вода есть. Вот она чуть-чуть есть, поэтому получается не так, как по-сухому. Прям красивенько. Ну ладно, нормально. Ну вот, ты знаешь, что-то начинает проявляться. Понятно, что можно еще один раз, вот если не получилось за один раз, можно просто тоном прокрыть, потому что вот я еще и выхожу, потом подумаю, окажется, что здесь, возможно, не хватает тона. Ну, хорошо. Так и надо было. Ну вот сейчас здесь еще чуть-чуть дам и уже остановлюсь, ну и так, ну, она немножко посохнет, парочку деталей сделаю, заодно поделаю, можете спросить, что я на сколько могу согнуть. Ну вот, говорю, что это не, ну, как бы не окончательный результат, если бы я рисовала работу полноценную, я бы, может, меньше болтала, больше посредила там за состоянием. Ну, ты вообще делаешь и рассказываешь, как все они засимают. Да, ну, ты что она так делаешь? Ну, напали надо. Нет, ну, серьезно. Хорошо. Спасибо. Ну, то есть еще поддержи, скажешь, так хорошо. Мы вообще не дышим сюда. Спасибо. Я ж волнуюсь. Я ж волнуюсь. Ребенок океан. Ой, ну спасибо. Так, ну, складки уже прорисовывать не буду. Вот, ну, здесь уже можно, можно уже потом и деталь не решать. Ну, вот, пока оставлю. Ну, то есть, на самом деле, вот это вот уже, ну, класс, основная работа. Если получился основной объем, то дальше уже вот накладывать детали, как, ну, вот стандартно, все эти же у меня так валили по-сухому. Накладывать эти детали, то это уже можно, ну, не знаю, бесконечно можно. Нужно пройти там за откладываемость, посмотреть, на какие-то виды. Да. Ну, то есть, да, оно должно высохнуть. Потому что, если сейчас вот подберусь кистью и куда-то бахну воды, вот будут такие вот, ну, краб-крабики, оно испортится. Оно должно подсохнуть, и у меня оно сохнет. Лучше, чтобы подсохло само. У нас имя есть? Да, может, да. Или нет? Да, я еще потом детали чуть-чуть порисую, чтобы показать. Может, пока хотите что-то спросить, пока оно сохнет? Да, посмотрите, что там в маркете. Ну, хорошо. Нет, ну, портрет это же никакой мы поймем вообще. За час или вы спросите? Да. За час, хорошо. За светом? Тоже, наверное, закрытыми глазами может. Дочку? Ну, да. Слушай, я привыкла, а я про них не могу с закрытыми глазами. Да, конечно. Потому что привыкаешь к определенным чертам леса, я ее на просветке сделаю, но, возможно, у меня там такое, там, из высоты. Можно вопрос? Да. Я смотрю, у вас тоже отваливается полкачок. Отваливается. А как вы с этим боретесь? Знаете, я никак пока не борюсь, но редко это делают. Мне, наверное, на клею просто какую-нибудь посажу ее. Ну, это страшно, она стоила дорого. Да, это было неожиданно, что она начала. Представляем? Вот, если где на клею? Надо спросить вот Юлиану из Белки-Борошок, что сделать с ней. Что это здесь все? Смешно, это интересно. Я сейчас еще раз покажу. А, нет, это Капут Мортон. Нет. Эту? Ой, что случилось? О, мне его, что ли. Давай теперь на этом порисуем. Ну, нет, название. Ну, надо так сказать. Я все знаю, да. Капут Мортон называется. Понятно. Я пришлю к тебе, хорошо? Потому что, ну, интересно, я даже слышала наушники, то сразу они не согласны, которые не знают. Это все наброски с дочкой? Да, это все наброски с дочкой, это без рисунка. И без фотографии? Это да. Это без. Но я успеваю максимум вот так. Ну, я не успеваю больше. Она и сидит мало, но это, в принципе, сложно. Фотография очень красивая. То есть это специально такая... Она тебе же позирует? Да, она позирует. Ну, как позирует? Голова гримасничает. Я просто стараюсь очень много фотографировать. Я в какой-то момент поняла, что просто надо очень много фотографировать. Но когда рисуешь, всегда же думаешь над композителем. у меня так автоматически получилось, что лучше стала фотографировать. Если... Да, потому что еще... Чтобы потом можно было... Да, да, да. Я прям сама так довольна, что посмотрела твоя демо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, коридором был. Я знаю, что теперь не может приходить. Да. Ну, вообще-то просто сомат не подавал. У меня все, что сомат не подавал. Ну, я не вижу. У тебя было сделано. Ну, карт нет. Это так с нахватом. Ну, вот еще чуть-чуть не буду туда вмешиваться. Пока. Какой свет у тебя, когда рисуешь? Слушай, мне, конечно, не было хорошо. У меня вот такого типа есть лампы. Я привыкаю вот к определенной свечению. Ну, нормально. Я привыкаю. Я потом... Конечно, иногда бывает, когда по низкак раз вносишь картину солнечный свет, может быть, уже интересно, как. И обратно. Но вообще, в портрете, мы говорили, что он правда важен. Ну, то есть, здорово писать живописно. Да и, в целом, то он верен. Оказывается, что там лицо зеленоватое, при этом оно какое-то джурье поезд. Да. Манера, то есть, конечно, мерзко. Ну, раньше художники писали определенное время. Например, там, художник приходил к определенному пейзажу и с двух часов дня до четырех писал его. Потом на следующий день приходил в тот же лак. Потому что свет и тень, они примерно одинаковые. Фотографии появились. Потом, да. Это либо на сайте, либо на сайте. Это либо на сайте, либо на сайте, либо на сайте, либо на сайте. А идея страшная. Не страшная. Кстати, важное замечание всех услышанных, этот бирюзовый, однопигментный, он такой же, как кобальт. Потому что есть двухпигментные. Обращайте внимание, они по-разному. Именно кобальт-28. Все, да? Сейчас скажу. Да, кобальт. Кобальт-бирюзовый. Кобальт-кобальт-кобальт-кобальт-кобальт-кобальт. У них там какой-то есть похожий по названию, похожий по цвету. Но на самом деле это... Вы запомнили какую-то бумагу? Может, потом посмотрите. Где? Слушай, я ехала так много людей. Я пришила этих классов. А я просто думаю, что она здесь продается. Ага. Ага. Она продается. Она продается. Точно-чуть, пожалуйста, бумагу. Бумагу. Саундерс Мутерфорд. Если нам потрогать, кто хочет попробовать? Ждем, пока высота. Какая Саундерс Мутерфорд? Это я, если все испортим. Вот, это Саундерс Мутерфорд. Вот, это Саундерс Мутерфорд. А плопость какая? 300 грамм. А, зернистость? Средняя. Слушай, это же средняя. А размер это где-то чуть меньше. Четверо, это четверо листа. То есть, я лист разделила на две. А у меня почти тут за нос. Это вкусно. Это вообще балкон. А, прекрасно. Слушай, прикольно. 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 Да, я не знаю, что переставил хороший. 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 Да, известно, что так ни одну работу на нем до конца не довела. Но, по крайней мере, два-три слоя прекрасно держит. То есть, что есть еще? А, слушай, можно даже где-то так сушнуть и еще чуть-чуть подсыпать. А, да. А, я хотела вот это. Обнаружили фен. Ускорим процесс. Давай, да. Уже можно. Усерской пользы, если феном? Ну, нет. Я обратила внимание, что она и так болотает люди. А если тут феном, болотает фигменты. А если тут сушить феном, то, получается, у нее чуть-чуть больше сковаривается. А еще и до смачивания. У меня это было, когда Сандер спешил это. Правда, у нее все прекрасно, но он теряет проклейку. А я смачиваю с двух сторон, получается, два раза это сделала и все. Ну, да. Ну, то есть феном можно много. Если вот не смачивать его, ну, прямо с другой стороны не мочить, то хорошо. Так, смотрите, вот последний этап. Могу вот прям очень быстренько и долго рисовать не буду. Ну, вот. Нет, сейчас. Ну, нормально. Поверхность сухая. И беру вот кисточку. И чем мне нравится вот такая вот кисточка для мелких деталей, тем, что она тоже каллиграфическая. Она, правда, берет много воды, поэтому до того, как поверхность подсохла, я туда и не лезу. Но она, такое ощущение мне, что вот она похожа на… Она похожа, по сути, на ту каллиграфическую кисть, которую я рисовала. И, ну, не знаю, она сходная, там, не знаю, философия сходная. И все получается хорошо, интересно. Глаза, краски уже все есть. То есть не надо выдумывать. Ну, вообще глаза надо в последнюю очередь. Нет, глаза у меня нету. В последнюю очередь, да? Знаешь, вот нарисуешь глаза и не захочется ничего делать больше. Лучше вот объем для век дополнительный сделать. Ну, глаза уже смотрят и нету стимула продолжать что-то еще выдумывать. Вот, чтобы века закрутилась. Вот в подглазьях я вижу больше теней. Видите? Ну, вот просто накладываю, размываю, накладываю, размываю. На самом деле, так как уже работаю по сухому, видимо, так глотация не будет. Все смотрится. Естественно. Ой, это я наслушалась, знаете, кого? Рыжкино, прекрасно. Да. Слушайте Рыжкино. Смотрите. Знаете? Знаете? Знаете, нет? Знаете. Александр Рыжкин преподает пластическую анатомию. Вот, у него есть канал свой. Он там рассказывает о рисунке. Ну, это же все важно им. Да, классика от общего к частному. По-разному можно, конечно. Но так, ну, как бы, вернее, чего-то не пропустить. Я здесь вот вижу, что глаз вообще должен быть кругленьким. Я его стараюсь закруглить. Круглый вместе, я имею в виду, что вместе с реком. Чуть-чуть не хватило здесь вот с ней. Но, опять же, я, видите, я не возьмусь прорисовывать вот прям ресничку за ресничкой. Я, опять же, сейчас буду смотреть, чего где не хватило в целом. И, конечно, лучше там вот за один глаз взяться, а потом симметрично взяться за второй глаз. Для того, чтобы глаза друг от друга не отставали. Они должны смотреть в одну сторону. И веки должны дублировать друг друга. Ну, тут как красиво легло, что я так по мелочи отправляю. Здесь вот, на самом деле, тема, которая лежит. Вместе с ресничками. Ну, тут без ресничок, все равно, это так, да. Это особо важно. Ну, вообще, да. Вообще, то, что я говорила, что я рисую пинать, это, ну, просто наслышалась энергией. Я много строила. Все равно хорошо. Хорошо. Правда. Хотя он, кстати, преподает. Он даже пластическая анатомия, он тоже строит. Да. Он иногда показывает, что прям хоп-хоп за своей фигурой эти большущие опыты. Ну, общая форма, а потом чуть-чуть. Вроде бы и без рисунка, но, в смысле, не без рисунка. Свободой чуть-чуть. Просто? Открытая рисунка. Конечно. А самый темный, вообще, должен быть ресничный край, кстати. По идее. Вот, потому что он там ближе. Ну, вот такого из явного. Но они там тоже, они же обладают такой структурой. Ну, не просто так, где дырочки. Сейчас посмотрим, где еще. Ну, здесь уже лучше не спешить, а тоже аккуратно рассмотреть. Очень темный? Да. У меня есть... Не смешивается. А с черным? Да. Вот это с фиолетовым. Ну, какие? Вот на... Будет в Москве, на Московском фестивале «Мир высокой акварины» работал. У меня там тема, вот, контрастный-контрастный фон. Но, правда, я там фиолетовый, не шара с желтым, а фиолетовый подсчитывал какой-то вот из камней от Daniel Smith. Это такой красивый черный фон. Ну, не совсем черный. Черный фиолетовый, да, контрастный. Е. Гаррисовый. Да, наверное. Да, да. То есть, что там надо делать, ну, вот подпись, конечно, по смежной индивидуализации с нашей горшкой, очень-очень самая ценная получается. Ну, конечно, а вот это, да, похожая, вот, рука. Оранжевая, синая, синая, синая синая, синая синая, синая синая, синая, синая синая. Интересно, что, это не? Ну, в общем, такой вот процесс, я думаю, совершенно понятный, сейчас чуть-чуть закрою губу, уже останавливаюсь. А потом дорисую, потихонечку, иногда затрону. Уже были, конечно. А, да, отстаньте, я знаю, что. Ну, купили. Японка. Да, знала, что девчонки, прекрасно. Благодарили бы. Какая красавица. Да, в какой сказке это, это смешно даже. У нее такой вот носик, у нее такое крупненькое личико. Прямо подбородочек с ямочкой. Прямо вот изобразив, да, даже как конечный. Я чувствую. Вот так мне повезло. Как зовут русскую красавицу? Красавица. Красавица. Это шутка. Мы знали, когда выбирали. Случайно так получилось? Да. У нее предки из Ленинграда тогда еще. Да. Да. Похоже, что она у вас кандинавскую девушка. Да. Ну, может. Ну, может. Да. Пока. Ну, тут ушел тон с обородка можно добавить. В общем, на самом деле, даже если каких-то крупных масс где-то не хватает, ну, то есть не так явно. Здесь вот обородок кругленький. Снизу рефлекс. Его просто куда-то выдуло. Но вот я такой манеры подштриховываю. То есть здесь уже манера рисования у меня чуть-чуть другая. Я могу даже вот этой вот кисточкой, можно с кодой, какой-нибудь синтетикой такой упругенькой, начинаю именно как вот подштриховывать. Причем вот опять же стараюсь не сосредотачиваться где-то вот на одном месте. Вот я там села и глаз рисовываю. Вот так вот бегать по работе, смотреть на исходник, смотреть на работу, смотреть где там я не довела объем. И вот потихонечку этот объем доводить, потому что и края здесь уже более четкие. Можно так вот аккуратненько это все делать. Как они говорят, все ответы на референсы, да? Все ответы на референсы слушают. Да, мне нравится, конечно. Хорошая фраза. Да, если… Да, если… Да. Это… Это ножа… Вы сказали, как раз как никель-титан. Да, желтая. Никель-титан. А, вы знаете, он есть у Меджелла, он есть у Даниэл Смит, а вот я не знаю, у Невской нету. А, нет, конечно. Но можно на самом деле лимонную пробовать, потому что у Невской палитры классная лимонная. Да, у меня классная, да. А, нет, все. Тебе такой антизик тоже дальше, но уже более холодный желтый сблизый. И получается объемный перспектива, да? То есть у меня одним желтым. Да, да, да. Видишь, все за меня рассказывают, хорошо? Нет, все. Я уточняю, для себя. Ну, ты всегда очень логично все объясняешь. Теперь ты и сказала, пока, пока. А где уже? Да. Сыра спрашивает, кто мальчик. Нет, это была самская любая расписка. На самом деле это правда. Если что-то непонятно, надо сама насильнее. Не написать, но уже маленький. Вот просто художник, вот он говорит, здесь я беру такую краску, а здесь такую. Если понять, почему, да? То есть вот он говорит то, что он делает, но вы же придете, вот начнете рисовать. Вы себе зададите вопрос, какую мне брать? И чтобы понять какую, надо понять, почему я беру такую. Зачем? Зачем? Чтобы была перспектива. Потому что дальше холоднее, потому что ближе теплее. Даже желтая, как бы теплая, но в ней же есть вот лимон, это холодное, это холодное, это лимон тоже. Поэтому все, учитывая вот перспективы, объемы, тоже можно разложить. Разные. Да. Да. Спасибо за этот класс. Ну, да. Сиди, слушай. Анализируем на уроку. Да, ты уже от впечатлений сегодня уже начинает все обречаться. Да, я сегодня еще на грабаре сходила. Ну, как прекрасно. Слушайте. Вот у кого, у кого можно цвету поучиться? Слушай, ну не знаю, я наслаждалась сегодня. Устала, но не могла опустить. Ладно, друзья, я пока остановлюсь. Правда, это тяжело. Шикарно. 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 Шедеврально просто. Очень нравится. И было очень приятно. Нам просто повезло. Нам просто повезло. Нам просто повезло. Как на глазах помещаются такие линейки. Шедевра, да. Извини. Здорово. Здорово. Мне сначала казалось, что на рисунке она взрослее девочка. Сейчас я подошла, ближе. А, Степ, ну не хочешь взять сработку? Для отчета. Для отчета. Да, конечно. Мне нужно взять работу.